Мы на прошлом занятии закончили 11 стихом, и, начиная с 2 главы и заканчивая 11 стихом 2 главы, мы читали обращение к церквам, и нужно обратить внимание еще на то, о чем я тоже на прошлом занятии говорил, что это не только обращение к определенным историческим церквам, но также это еще и послание к неким историческим периодам церковной истории. Обращение к Эфесской церкви – это обращение к христианам апостольской эпохи. Обращение к Смирнской церкви – это обращение к эпохе мучеников. И вот сегодня обращение к Эфесской церкви – это период Вселенских соборов, вплоть до VIII века включительно. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Под ангелом мы уточняли в данном контексте, понимаете, епископ, предстоятель Пергамской церкви, находящийся на территории нынешней Турции. Собственно, все эти церкви, рассматриваемые нами, они находятся на территории нынешней Турции, причем на небольшом расстоянии друг от друга. Мы также говорили о том, что все эти семь церквей являются неким образом соборности, вселенскости, полноты церковной, а не только исторические церкви, которые были тогда на территории Турции. Тогда это не Турция была, да, значит, Малой Азии, совершенно верно. Так говорит «Имеющий острый с обеих сторон меч». Мы из предыдущей главы узнали о том, что «Имеющий острый с обеих сторон меч» — это Спаситель, Сын Божий. Под мечом, понимаете, его Слово. Мы знаем, что Слово Божие и Слов Писания, как меч обоюдоострый, рассекает и отсекает. То, что нужно — рассечь или отсечь. Отсекает ненужное, отсекает больное, отсекает гнилое, как скальпель-хирург. И проникает, если нужно. «Знаю Твои дела, и что Ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у Вас, где живет сатана, умерщвлен, верный свидетель Мой Антипа». Этот стих нам повествует о неком жертвеннике сатаны, который находится в Пергаме. В Берлине есть целый музей, посвященный этому пергамскому алтарю, или пергамскому жертвеннику. В свое время, в конце XIX века, он был при археологических раскопках обнаружен там, в Пергаме. и вывезен в Германию. Этот алтарь пергамский был одним из семи чудес света. По своим архитектурным формам, по красоте своей, он приводил восторг современников. Да и, собственно, сейчас, если посмотреть в музее на этот пергамский алтарь, большая часть этого пергамского алтаря находится именно в Берлине, потому что часть находится в Эрмитаже, незначительная часть. Почему именно этот пергамский алтарь называется жертвенником сатаны? Мы знаем о том, что этот жертвенник был посвящен Асклепий. Асклепий – это античное божество медицинское. Кстати, из этих мест был родом античный врач Галин. Борельефы, которые опоясывают архитектуру пергамского алтаря, действительно впечатляют. Так называемая теомахия, с греческого языка, борьба богов античных и титанов. Но самое впечатляющее, самое основное, наверное, почему Господь через Иоанна Богослова называет именно жертвенником сатаны, это место впоследствии еще стало причастно одному культу. В 29-м году Дорождества Христова. Это времена императора Августа. Именно так в малазийской части впервые был провозглашен культ императора. Что это за культ? Культ императора обожествляет императора Рима. Именно этот культ стал причиной основных гонений во времена гонений на христианах. Потому что христиане отказывались почитать императора Рима как божество. Они его почитали, готовы были преклоняться пред императором, что и делали до определенного рубежа. Если только как земному владыке. Мы знаем это делал и наш небесный покровитель Трама Александр Невский. Он великому хану четырежды кланялся по обычаю, по традиции монголо-татарской. Но когда им говорили, что император это Бог, и ему нужно кланяться как божество, они отказывались. За что и подвергались мучениям от мучителей, язычников. Дело в том, что империя сама по себе римственная. И вообще любая другая империя, она была ориентирована все-таки на терпимость. Религиозную, культурную, этническую терпимость. И допускалось огромное количество всевозможных культов религиозных на территории империи. Но вот культ императора, это был особый культ. Я имею в виду, что наряду с огромным количеством религиозных культов римская империя допускала поклонений и Христу, в том числе. Да и была статуя Христа в римском пантеоне. То есть проблема была не столько в том, что христиане поклонялись Христу, а в том, что они не хотели поклоняться основному божеству империи, императору. Для того, чтобы было понятно, о чем я сейчас говорю, для этого мы узнаем, почему часть пергамского алтаря была отвезена, эта часть была отвезена в Москву и вставлена в мавзолей. Как я сейчас точно не скажу вам, но по тем сведениям, которым я располагаю, была часть поставлена, вставлена как бы вот там, где вход, и над входом вот эта мраморная или гранитная плита, она была элемент, фрагмент вставлен. Там, конечно, не написано, что это часть пергамского алтаря. Но дело в том, что красный фараон, которого мы называли Лениным, он тоже в гробнице, подобно тому, как в гробнице лежали фараоны египетские, в своей, в своем мавзолее. И вот важно было подчеркнуть связь, связь, что император, мумия императора, которая лежит в этом мавзолее, она тоже божественна. Ведь каждый из нас сейчас уже прекрасно понимает, что идеология коммунистическая, атеистическая идеология. Я должен продолжить эту мысль, и вы поймете сейчас, насколько важно, оно будет замечание. Дело в том, что атеистическая идеология, коммунистическая, атеистическая, значит, отвергающая Бога. Всем понятно это слово. Но если мы вникнем, за что гнали христиан, то вот в частности у Волотова, это известный историк в Древней Церкви, такой очень и очень глубокий историк. Он говорит, что христиан ранее, в эпоху гонений, называли атеистами. То есть римляне называли христиан атеистами. Почему они называли атеистами христиан? Потому что христиане отказывались почитать божество, божество римского императора. И поэтому для римского сознания, нужно уточнить, что это было сознание, отшлифовано именно юридическим гением Рима. Что именно для вот этой цивилизации римской было присуще, я бы сказал, культ вот этого юридического начала. И по юридическим определениям христиане оказывались атеистами, потому что именно отвергали культ императора, основное божество рима. Но, если мы посмотрим в эпоху советскую, то мы посмотрим, что они называют себя атеистами, но на самом деле это ложь. Коммунисты не атеисты. Они почитали божество, который жил, который жив и будет жить. Он живее всех живых. Вдумайтесь только в эти слова. Живее всех живых. Действительно, особенно сейчас, когда мы понимаем, что труп может быть живее живых только за счет живых. Если живые не дадут ему статус мертвецу живого, сам он не может быть живым. И вот Ленин через идеологию постоянно влиял на умы и сердца и на жизни граждан Союза. И поэтому была сознательная борьба именно с христианским Богом во имя того, чтобы жил этот фараон, который лежал в мавзолее. И мы прекрасно вспоминаем, кажется, абсурдные вещи, но они имели место. А именно, вспомните, когда были эти безбожные пятилетки и выезжали с агитацией атеистической на места и говорили в конце агитаторы-атеисты, ну, из того, что мы сказали, понятно, что Бога нет, а сейчас давайте все дружно поднимем кулак к небу и скажем, Бога нет. То есть, если Бога нет, зачем тогда в пустоту поднимать кулак? И вот уже с области такой анекдотичной, вот, один из присутствующих сказал, но если его нет, то зачем поднимать кулак? А если он есть, то лучше не надо портить отношения. Так вот, мы прекрасно понимаем, что если и происходит борьба с истинным Богом, то она происходит во имя того, чтобы установить диктат иного божества. И вот этот жертвенник сатаны был интересен не только для советского правительства, как я уже сказал, что этот фрагмент был вставлен в мавзолей, но также он интересен был для фашизма. Были потрачены огромные деньги на строительство этого музея. В интернете можете даже посмотреть этот музей, вот, есть и передач достаточно, посвященных этому жертвеннику. Вот эта идея Рейха, она вдохновлялась вот этой оккультной идеей божества императора. Но ведь Гитлер тоже считал себя божеством. Это было очевидно. Он даже как-то сказал, когда, я честно не помню, то ли с Волоколамским шоссе была связана битва, и он сказал, что какие-то проблемы ему говорят, вот, докладывают. А он говорит, да, говорит, эти проблемы решайте, а мороз, а мороз как раз уставил, это моя проблема. То есть, он считал, что все-таки он может влиять с помощью определенных оккультных технологий на погоду и так далее. Но он вошел в то измерение, где еще была жива молитва. Ведь помните, как вера укреплялась по мере именно вхождения фашистской армии на территорию нашей земли. люди все более и более возвращались к истокам, раскаивались в тех грехах, которые они совершали против своего Бога. И что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. И важный такой же важный символ Асклепия, он известный для вас всех, это змея, которая обвелась вокруг чаши. Это символ Асклепия, но в результате, потому что именно это был как бы храм лечебницы, там были источники, язычники совершали паломничество туда с целью именно, да, получить какое-то врачевание своим недолгом и так далее. То есть, это была такая языческая мека, куда стекались язычники для лечения. И змея всегда была символом мудрости, но не всегда мудрости истинной. Мы помним такой вот персонаж змеиный с первых строк книги Бытия, помните, который обвился вокруг дерева познания в раю. змея как бы я сказал, что это универсальный достаточный символ в связи с тем, что церковь тоже использует змею в качестве христианской мудрости. Вот если вы обратили внимание жезл архиерея и две змеи вокруг жезла, обратите когда-нибудь внимание. Почему? Потому что змея сама по себе это не есть сатана. Змея это животное. И поэтому мы не можем отождествлять, ставить знак равенства. То есть использовал сатана этот образ для того, чтобы соблазнить Еву. И вот здесь мы обращаем внимание на то, что Господь похваляет пергамский христиан за верность. И вот олицетворением этой верности пергамской церкви был Антипа, святой Антипа, священномученик пергамский, который в 93-го году был умучен за Христа. И называется свидетель верный. Вообще, конечно, свидетель это слово, которое можно очень и очень много раз разбирать, касаться этой глубокой темы, потому что свидетель это очевидец, очевидец. Это человек, который несет свидетельство из первых уст. Это человек, который может рассказать не из каких-то второстепенных, трестепенных источников, а сам лично он видел. почему апостолы часто говорят, что мы вам говорим о том, что видели глазами своими, что слышали ушами своими и осизали руками своими. Паскаль однажды сказал, что я могу поверить тому человеку, если он пытается донести какие-то свои убеждения, которые может дать за свои убеждения перерезать себе горло. Вообще эпоха тех времен это эпоха очень интересная в плане даже такого антропологического феномена. Мы видим, что люди на протяжении истории под влиянием самой истории меняются. Вот сегодняшний тип человека отличается от типа человека эпохи средневековой или скажем эпохи гуманизма, эпохи просвещения. вне это одна и та же эпоха. Я хотел сказать Ренессанса тоже другая эпоха. Все эти эпохи они налагают на человека некий отпечаток. Как знаете на воск можно отпечатать какой-то образ, так и на человека налагает определенная эпоха. его мироощущения, он чувствует мир по-другому. Вот язычник. Понимаете в чем еще проблема? В том, что христианин того времени я в данном случае имею ввиду и время мученичества гонений, эпохи гонений и эпохи вселенских соборов это время, когда христианин был весьма в затруднительном положении. Что я имею ввиду? Вот представьте себе, что язычники, которые еще можно сказать, особенно и в эпоху вселенских соборов, были достаточно близки по общению с христианами, они были, то есть, они не были уничтожены, искренены полностью, язычество было. А что говорить об эпохе гонений? Это подавляющий процент именно язычников. И вот язычники, они почитали определенные божества свои языческие. Но вот божества определенные языческие были неким олицетворением определенных стихий природы. Вот возьмем Титана античного, который носил имя очень для нас знакомое Океан. Это второе поколение античных божеств греческих. Титан, Океан. Понятное дело, что он олицетворял? Океан. Что? Океан. Воду. Или взять это первобоги античные Уранос и Гея. Уранос это Бог неба, Уранос на греческом языке это небо, Гея земля. Что они олицетворяли? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, куда не посмотрят христиане. Он как бы везде соприкасался именно с вот этим культом языческих божеств. Ему тяжело было увидеть природу. Все было настолько персонализировано языческими божествами, что Константин Великий вынужден был вообще уничтожать по сути под корень все святыни языческие. Потому что человек был окутан языческими божествами, были божества деревьев, а еще мелких духов огромное количество. Были духи, которые были связаны с конкретным деревом, или с конкретным ручьем, или конкретным очагом. То есть за всем физическим материальным миром стояли боги, титаны или духи. И по сути все было обожествлено. Язычники всему этому кланялись. И у христианина был огромный риск. Если ему нужно было как-то вступать в связь с природой, я имею в виду нормальную обычную связь, скажем, войти в ручей, вот для язычника войти в ручей или в море, он должен был что сделать прежде всего? Попросить разрешения. Представляете, какой мир был? Очень сложный был мир. И вела разъяснительная работа. То есть язычнику нужно было объяснить. Тем более проблема не только в неверии была или в маловерии, а еще была проблема всегда, это мы когда-то изучали, когда в Ветхом Завете изучали Писание Ветхого Завета, еще проблема двоеверия, например, или троеверия еще, многоверия. Когда человек обладал истинной верой, то есть он верил во Христа в Пресвятую Троицу, но помимо он верил еще и в какие-то мелкие божества. Настолько было помрачено сознание древнего человека, было ему тяжело выйти из этой зависимости. Да и сейчас во что только наш современный христианин не верит. начиная с уринотерапии и заканчивая вселенским разумом. Во все верит. И самое основное выражение сегодняшней веры ну человеку нужно во что-то верить. Помните как говорит глубокомысленно наш современный во что-то верить. То есть получается что христианин не определился во что ему верить. для него символ веры еще ни о чем не рассказал. И конечно Господь одобряет свидетельство веры. Потому что тот кто может как мы уже говорили дать себе перерезать горло должен обладать огромным убеждением своей веры в то во что он верит. Разве в поверхности человек может пострадать за свою веру. Нет. И поэтому христианин находился особенно если он вчерашний язычник. Он смотрел на небо и он видел Ура носа он смотрел на землю и гея смотрел в море он видел океан божествой и так далее и так далее. А если он смотрел на женщину так вообще Венеру вспоминал. Отсюда и венерические заболевания ну а как же покровительница любви так сказать. Так что было не так уж и просто сохранить стержень веры. Но и имею немного против тебя потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых чтобы они ели и доложертвенные и любодействовали. А сейчас пытаемся воскресить в себе знания Ветхого Завета. Валаам и Валак это персонажи Ветхого Завета. Оба язычники. Валаам это языческий прорицатель пророк а Валак это царь Мавицкий или даже да Мавицкий вторжение цивилизации тоже проще современные и представлял Израиль для Валаака царя Мавицкого угрозу потому что мы знаем что израильский народ он расширялся за счет языческих племен которые населяли земли нынешнего Израиля. Я не буду сейчас пересказывать то что случилось помните осницу Валааму помните да вот когда она препятствовала нарушению мне сказать так она не хотела двигаться дальше потому что Валаам нарушал волю Божию и он ее начал бить помните в этот момент да но вот Валаам дал Валааку такой совет очень гнусный и нехороший он говорит для того чтобы Израиль победить для этого а его вот внешней силой невозможно победить вы знаете потому что когда внешний враг нападает то начинает сплачаться правда вот внешний враг это не самый страшный враг самый страшный враг это всегда внутренний враг а внутренний враг это когда вот проблемы начинаются внутри и Валаам говорит направь в Израиль девиц моавицких легкого поведения блудниц чтобы они вступали в связь с сынами Израиля и вот там начнутся дела вот тоже предлагается и нам сейчас ведь что происходит внутри нашего общества нравственное разложение а ведь блуд это это имитация брака помните апостол Павел тоже говорит такие слова вступающий в связь будницы становится одной плотью с ней это вот фальшивка это подлог брака а разница в чем брак это созидающий институт человеческого общества он рожает детей воспитывает ну и понятно то есть мы знаем последствия именно здорового брака здоровой семьи облуд а особенно если это прелюбодеяние когда муж изменяет своей жене и жена мужу и так далее то начинается только трагедия только проблемы и вот Валак направляет этих блудниц они очаровывают сынов Израилевых и говорят к примеру ну вот ты любишь меня полюби мое божество вот видишь у меня маленький бог вот у меня в кармане лежит вот я каждый раз целую его возьми ты поцелуй а знаете чего только наш современный человек христианин не целует он кроме крестика он может поцеловать и камешек понимаете какой-то счастливый он может записаться к экстрасенсу купить какой-нибудь фетиш там всего за 100 рублей и так далее и так далее чего только не позволит для увлечения или какого-нибудь в загран какой-нибудь поездки обнять какого-то идола где-нибудь там сфотографироваться а кстати вспоминаю один такой сюжет из жизни одной финки может быть вы смотрели целый фильм о ней она тоже обняла там год идола а потом помните что с ней произошло у нее как бы Господь отнял вот ту часть которую она сквернила отнял часть лица и показывает все это в фильм живой фильм то есть мы видим что происходит блудодеяние с идолами блудодеяние это когда человек начинает изменять своему Богу ведь мы-то на груди носим крест не для того чтобы значит со всеми блудить вот мы кому должны быть верны потому что он верен нам потому не должно быть двоеверия и так далее научил Валака ввести соблазнство новоизраилевых чтобы они ели и доложертвенное и любодействовали так и у тебя есть держащееся учение николаитов которые я ненавижу вот видите я вновь подчеркну этот момент потому что в каждом послании к церквам он говорит я ненавижу это учение это Господь говорит где здесь политкорректность со стороны Бога где здесь толерантность американская европейская ну вы знаете ко всем нужно быть толерантным и так далее Господь говорит я ненавижу это и внушает такие же чувства кому этой пергамской церкви вы должны ненавидеть потому что это мерзость разве можно любить то что находится в мусорнике а ведь именно в осадок выпали бесы они оказались в мусорнике бытия где они находятся ниже своего предназначения потому что Деница вспомните как в переводе утренняя звезда Люцифер вот слово Люцифер светоносный в переводе вот на латинских языках так и звучит свет и люкс вот отсюда и то есть это просто разные произношения в разных языках латинского происхождения он был светоносным а разве вот там это место его предназначения или он должен быть там поэтому сам человек отказался от того к чему его Бог призвал если нас Бог призывает к светлой жизни а мы говорим нет 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 мы лучше вот там это разве связано с смирением это не смирением связано это с похотью связано потому что смиреен человек это не тот человек который избирает свой собственный путь а избирает тот путь который Бог ему дает почему называется призвание Бог призывает человека и мы говорили о том что вот эти антропологические особенности каждой эпохи налицо сегодня что можно сказать о современном человеке это как раз человек который свое вот мое мнение каждый должен иметь право на свое мнение и так далее ничего здесь как бы с одной стороны плохого нет что каждый человек имеет право иметь свое мнение но проблема начинается в том что человек свое мнение начинает культивировать и каждый старается быть таким вот микробашком то есть возвращается тот же языческий мир когда было огромное количество как я уже сказал божеств титанов духов и так далее все это царствовало а сейчас человек говорит нет прошла эпоха мифов прошла эпоха средних веков то есть христианство сейчас мы мы божества и вот каждый человек это Бог сейчас самое основное на чем делает акцент вот люди проживающие именно в Европе в Америке это это права свобод всевозможных вплоть до самых безнравственных и кощунственных и богохульных то что мы знаем сейчас Батюшка а кто такие Николаиты Николаиты это гностики или такая полугностическая религиозная система гностики это общее такое определение для многих сект того времени я имею ввиду второго века смысл гностицизма в том что они считали что обладают особым гнозисом это знание в переводе с греческого языка особым знанием которым могут обладать только посвященные особые посвященные вот современная такая скажем секта гностического толка это масоны это тоже гностическая как бы ее как бы нельзя определить полностью что она гностическая потому что она по сути уже и сатанинская но у нас у нас она не распространена но взять скажем в Европе они совершенно легально существуют вот например конечно вот масонский храм стоит на определенной улице так и написано что это масонский храм туда каждый может зайти это как бы не является для европейского человека проблемой для нас слава богу что нет этих святилищ у нас тайные да что что масоны есть конечно вот но нужно понимать что проблема не в масонах потому что есть определенная крайность в нашем христианском сознании сейчас что винят во всем масонов винить нужно в основном себя почему потому что проблема не в том что есть какие-то секты а проблема в том что мы христиане потеряли иммунитет благодати мы теряем устойчивость в боге а всегда существовали какие-то системы антихристианские но проблема именно в том что мы соблазняемся а то что это всегда было и мы не должны этого бояться и апостол говорит наша брань не против плоти и крови а масоны это плоти и крови такие же люди как мы находящиеся в заблуждении наша война брань против духов злобы вот кто наш враг они такие же люди конечно мы должны вести дискуссии и так далее что и ведется что и делает церковь но не надо говорить о том что у нас такие везде проблемы в церкви потому что работают масоны они работают в этом их заслуга а то что мы плохо работаем это наш недостаток поэтому всегда нужно на это обращать внимание николаиты потому что по преданию это один из деканов апостольской церкви николай сириец по происхождению празелит обращенный с язычников но ставший гностиком потому что он и был видимо уже гностиком да но как бы он еще принял в свою гностическую систему языческую систему принял христианские взгляды то есть получается гностицизм это синтез христианских понятий с языческими с особым с особым градусом посвященности то есть это гностицизм вот николай вот такая вот мерзость и они допускали в своих собраниях разврат крайний там то есть очень страшные вещи что и вообще было характерно для язычников насколько мне известно именно феатирской церкви по-моему именно там был развит культ диониса там в смысле не в самой церкви а именно феатире а вы знаете дионисийские оргии вот они очень описаны красочно то есть культ был культ бога винодела диониса или януса вот другой что бахус да вот и поэтому как бы вот такие вот вещи там происходили то есть это все имело влияние на христиан того времени как сейчас современность имеет влияние на нас вот я дал время покаяться в любодеянии но она не покаялась простите я что-то не то читаю не 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 это секундочку я на другую церковь перешел да шестнадцатый это пергамскую читаем я на феатирской покайся а если не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквам побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя которого никто не знает кроме того кто получает как бы я многие детали не буду комментировать потому что они достаточно как бы понятны вот шестнадцатый стих по сути понятен сразиться мечом уст моих дискуссии да и так далее слово Божие имеющий ухо слышит да слышит что дух говорит церквам побеждающему дам вкушать сокровенную ману вот это опять акцентуация на то что побеждающим вы обратили внимание что в предыдущих концовках посланий тоже было побеждающим то есть господь любит боющегося человека который побеждает господь скажет к лаотикийской церкви такое обращение ты не холоден и не горяч ты теплохладен ты не то не сё ты не можешь побеждать совершенно верно побеждающий человек помните подвижниками называются наши потом мученики это стойкие люди таки эпоха вселенских соборов они смогли противостоять не только еретикам но и христианским императорам я имею ввиду святые периоды вселенских соборов потому что императоры не всегда были блогически как Константин потому что всякие были императоры даже называющие себя христианским императором и что же они делали империю нужно было удерживать а когда ее раздирали постоянные споры между христианами это иориане инистариане монофизиты и так далее и так далее монофилиты вот этот символ веры который мы имеем это символ который появился как выражение нашей веры для всей истории церкви то есть он был создан именно в этот период пергамской церкви и сколько нужно было стойкости чтобы выдержать натиск со стороны еретиков и со стороны императоров потому что им нужно было удерживать как я уже сказал империю в спокойствии и они пытались найти какие-то пути примирения еретиков и церкви истинной и конечно же многие поддавали соблазнялись власть имущий но самое важное это чистота веры потому что чистота веры это чистота слова Божия которое Господь обращает к человеку именно слово Божие спасает человека а если он уже в конечном счете имеет не слово Божие а слово человеческое или хуже еще изобретение какое-то сатанинское искажение слова Божие так он уже не спасается он уже погибает потому что он не Бога слышит А он слышит каких-то туманных посредников. И поэтому здесь вот нужно понимать, что было время нелегкое, было тяжелое время. Стояние в вере. До сих пор мы читаем символ веры, как исповедание своих убеждений религиозных. Сплошная мудрость. Причем очень лаконично выраженная. Это как раз вот тот случай, когда можно сказать, что кратность сестра таланта при наличии последнего. Вот это как раз был талант церкви выраженной. А кто написал? Ну, авторство очень соборное, очень много. На протяжении, получается, с 4 века по 8 век длились 7 вселенских соборов. Это, конечно, объемный материал. Мы сейчас не можем вообще об этом говорить. Я только скажу вам о том, что это важный период в истории церкви. Они прорабатывались. Конечно. Это огромные материалы сохранились, протоколы этих соборов. У меня, к счастью, есть эти материалы, где как бы... Написано, что написано, что кто-то вот с его веры написал, да? Нет, нет, ну что? Нет, нет. Этот кто-то, это церковь. Это да. Но вот именно за церковью стоит огромное количество людей, которые трудились на этом поприще. Это было очень непросто. Очень непросто. Есть конкретные авторы. Там написано, какая-то молитва такого-то святого. Не, 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 не. А, правильно, правильно, да. На латыни звучит символ веры кредо. Кредо. Это оно есть кредо. Кредо, а мы есть кредо. Это значит, что если мы говорим или нас спрашивает кто-то, а в чем твое кредо? Вот мы должны говорить, вот наше кредо. И никаких там вселенских космических разумов, подзарядок никаких. Ничего нет. Коротко и ясно. Вот это очень важно. Это наше кредо. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Почему побеждающему дам вкушать сокровенную манну? Ведь манна, вот помните манну еще та, которая... Да, вот интересно. Спасибо, Господи. Вкусная. Она вкусная. Знаете, почему она была вкусная? Потому что по преданию, да, каждый вкушающий испытывал тот вкус, который ему был нужен. Желающий соленое, значит соленое, острое, острое. Так что не нужно было никаких специй, ничего. Все было, так сказать, в одном меню. Манна один день только. Да, манна совершенно верно, один день. Манна в переводе с еврейского языка, манна, они говорили, что это? Они могли понять, что это. Потому что это что? Оно приходило с неба, от Бога. Каждый день у евреев меню было вот такое. С неба. Вот здесь действительно можно назвать Бога официантом, который обслуживал еврейский народ. Вот представляете, какая любовь Бога к человеку? Дать каждый день хлеб насущный. Причем каждому гурману еврейскому. По потребностям, по вкусовым рецепторам. Что? Возьмешь лишнее, испортится. Лишнее, да. На субботу и на воскресенье не пользуются. Совершенно верно. Да и лишнее, если возьмешь сюда, оно точно не принесет пользы. Он обязательно будет подпарчивать человека. Нужно все в меру. Так. Сокровенные манны. Вот это сокровенные манны, которые Господь обещает. В данном случае это новозаветные манны. Это манна, его евхаристическое тело и кровь. Почему? Потому что там манна, она удовлетворяла скорее гастрономические потребности евреев. Хотя и было небесного происхождения. И помните, однажды скажет Господь, что ваши отцы ели эту манну, ну и что, умерли. А вот я хлеб сшедый с небес. И меня, вкушающий, никто уже не увидит смерти, если кто будет вкушать. И я его вкушу в последний день. И вот эта манна сокровенная, она возможна только тогда. Я не скажу, знаете как, вот часто, когда мы причащаемся, плоти и кровь Христовы не приживаются в нас. Вот можно так выразить. Не приживаются внутри нас. Вот не приживаются в том смысле. Я, наверное, уже приводил вам такой пример, когда один священник очень был таким ревностным, батюшкой, и хотел всех причастить. И вот он причащал всех. И вот однажды Господь дает ему откровение. Я точно не помню вот детали. Давно было прочитано мною. Откровение следующее. Два ангела, он видит. Они откапывают на кладбище трупы. И вот один ангел держит труп, а другой бьет его в живот. И вот он держит сосуд. И в этот сосуд вот это содержимое падает. То есть он пьет в живот, и, значит, он как бы изрыгает из себя. И говорит, это тело и кровь, которые приняли недостойно. Которых ты причащаешь, не отправляя больше сюда пустые мешки. То есть те люди, которые не исповедуют, как нужно Бога, не живут Богом. Они даже когда причастятся перед смертью, они не получат этой пользы. Не приживется евхаристическое тело и кровь в них. Господь забирает как бы обратно это. Это не угодно ему. Это действительно страшно. И почему побеждающему, вот этому победителю, победителю страсти, победителю греха внутри себя, Господь дает сокровенную манну, и она делает его единым со Христом, единым целым. Новым человеком во Христе становится христианин через принятие тела и крови. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот это очень любопытная деталь. Белый камень вообще для античного сознания, камешек небольшой, имел такое универсальное значение. Его использовали на выборах, его использовали в суде, его использовали в качестве метания жребий и так далее, и так далее. И вот белый камень, это был счастливый камень. Поэтому в данном случае берется именно этот образ, совершенно понятный для человека, белый, светлый камень. Потому что были другие камешки, не счастливые, других цветов, а это счастливый был камень. И вот на этом счастливом камне Господь даст имя, новое имя каждому человеку. Это значит, что у всех верующих будет новое имя, когда произойдет эта встреча там с Богом, когда мы лицом к лицу узрим Бога. Что значит новое имя? Это значит, что Бог воспринимает каждого человека как личность. Он лично с ним вступает в диалог, в процесс откровений. Вот, например, послы представляют государство, да? Не с каждым же человеком ведутся переговоры, а с послами. Или непосредственно уже с главами государства. Но поскольку каждый из предыдущих текстов, мы видели, что станет царем и священником, царственные достоинства каждый человек будет иметь, не будет серой массы, не будет вот этой возни с демократией. То есть, будет обращенность Бога каждому человеку. Каждому человеку Бог даст свое имя, потому что все имена, которые мы имели, нарекает кто? Человек. Вначале человек родился, ему дали имя, потом крестился, дали имя. Ну, бывает, что сразу дают имя. Потом монашество приняло новое имя, потом принял схимонашество, еще одно имя и так далее, и так далее. Но все эти имена дают люди, а здесь Бог даст имя, наречет имя. Помните интересную деталь, что Адам дал жене имя, Ева. Адам нарек имена животным, а здесь Бог даст каждому человеку имя. И этого имени никто не будет знать, только Бог будет знать. Человек другой не будет знать. Нет, сам человек, носитель имя не будет знать. Больше никто не будет знать. Это вот некий шифр диалога между Богом и человеком. Это такая глубина, которую мы даже постигнуть не можем, и себе представить не можем. Что это будет? Невероятно. Да. И на камне написаны имя так, которые никто не знает, кроме того, кто получает. Кроме того, кто получает. Об этом можно еще много говорить, но я уже не буду. И ангелу Феотирской церкви напишем. И приступаем к следующему посланию. Феотирской церкви. Так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Здесь интересная деталь, на которую тоже стоит обратить внимание. Это очи, как пламень огненный. Сколько о любви есть песен сложенных. И говорят об очах. Очи жгучие, очи красные и так далее. И так страстные. Ну, красные это красивые, имеется в виду. Потому что красная девица, помните? Красная девица. Да. Красная прекрасная, имеется в виду, славянская. Вот эти жгучие очи. Кого-то они прожигают любовью своей. А кого-то устыжают. Вспомните, как виновник смотрит на того человека, кого он предал. Он прячет свои глаза. Но эти глаза смотрят, жгут, прожигают. Вот эти глаза будут смотреть на нас. И нигде мы не сможем укрыться от этих глаз. Но если мы любили Христа всеми силами Своими, всей своей человеческой сущностью, то они будут нас только радовать. Потому что встретятся глаза, любящие, лицом к лицу, и ноги подобны Халкаливану. Халкаливан в переводе «медь Ливана». То есть разные как бы есть. Есть как бы понятие о двухсоставном слове, что Халк – медь, Ливан – это Ладан. Но в данном случае мы как бы видим некий символ, знаете, вот как уголь в кадильнице. И вот в этом угле, а кадильница бывает медная, к примеру, и на углях, углях, Ладан – благоухарит. И вот когда священник идет, он что совершает? Каждение. Каждение. Но это «я несу эту кадильницу», а он своим движением распространяет благоухание. Стопы его, где останавливается, там сохраняется благоухание. Помните из «Житий святых», когда бес являлся каким-либо святым? И что обоняли подвижники после? Это запах зловония, серы, что-то вроде этого. То есть здесь мы видим благоухание. Каждение он идет, и благоухание распространяет. Так и мы должны быть христовым благоуханием, как говорит апостол Павел. Мы христово благоухание. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, поощряет эти добродетели, что последние дела твои будут твои больше первых». Это очень важно, когда последние дела больше первых. Хуже, когда первые дела лучше последних. Это хуже. Почему? Потому что здесь мы видим некую прогрессию и совершенство. То есть вначале как младенец, потом как юноша поступает. То есть не так зрело. Помните, совершенные люди, они как обозначаются в церкви? Старцы. На греческом языке старец «призвитерос». Еще есть одно слово «геронда» – греческое слово. Но «призвитерос» – это еще и священник. То есть старец, достигший некого совершенства. И вот, когда последние дела твои лучше первых, это значит, что ты методично идешь к цели. А у нас как бывает? Вначале мы очень хорошие, а потом период какого-то охлаждения и хуже становимся. Вот здесь мы не просматриваем именно вот этой методичности пути к Богу. Мы должны лучше становиться. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене, и Изавели, это жена Ахава, царя Израильского, скверной была тетка. И вот эта женщина соблазнила Ахава, царя Израильского, самоязычница была, на то, чтобы он устанавливал везде жертвенники идола. Это были Астарти, Ваалу, то есть очень мерзостные языческие культы. То есть, по сути, израильский народ впал поголовно в эти страшные сатанинские культы. И вот появилась некая новая Иезавель, это скверная, это помните период какого святого, известного? Пророка Ильи. Как он жрецов валовых, которые были поддерживаемые именно Иезавелью, как он наказал, и помните? Жег, жег. Он, да, он и жег, когда они приносили свои молитвы, так называемые Ваалу. Ваал, услыши нас, помните? И огонь не сошел на их жертвенник, и сошел на жертвенник Ильи, который был весь в воде. То есть, его естественным путем нельзя было разжечь. Тут настоящее было чудо. Не было никакого подлога. Это все было во времена Иезавели, этой скверной женщины. Называющей себя пророчицей. Учите водить заблуждения рабов моих, любодействуйте, есть доложертвенные. Сейчас много всяких пророчиц. Особенно даже, вот в масштабах Керчи откроешь, баспор. Понимаете, и тучи руками разведут, и все что угодно. Всего там за 100 гривен, например, или 200. И предскажут, какой бизнес будет, успешный или неуспешный. Снимут любую порчу. Вот таких пророчиц сейчас очень много стало. Это все мерзость перед Богом. И такие благостные лица у этих женщин, в платочках, обязательно на фоне креста. Там еще даже на фоне митрополита одна сфотографировалась. Послать бы митрополиту, чтобы он увидел. Это кубанский митрополит. По соседству здесь. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Любодеяние, имеете в виду, вот это все. Идолопоклонство. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. А я знаю, какие скорби, постигли тех людей, кто занимался так бездумно. Я просто приведу классический совершенно пример. Знаете, как умирает колдунья? Они не могут спокойно умереть. Причем все знают. И крыши поднимают, чего только не делают. Двери открывают. Представляете, вот как человек мучительно умирает. Смерть грешника, ну так, как здесь не вспомнишь. А честна пред Господем смерть преподобных его. Спокойная, мирная, кончина, как мы говорим. Батюшка чего? Она спать душу не забирает. Потому что на него не наблюдается. Знаете, вы правильно сказали. Потому что, как звучат слова верующего человека при кончине? Вруцы твои, Господи, предаю Духовый. А что может сказать этот человек? И поэтому приходит этот вал с рогами и с копытами. И говорит, ты моя. И вот что происходит с этими несчастными людьми, заблудшими? Страшные мучения. Я тоже присутствовал при предсмертных судорогах такой женщины. Это было страшно. По ней ползали черви, съедали ее. То есть она была как как вот знаете, как вот в общественных туалетах раньше в Советском Союзе. Вот такое было, понимаете? Вот страшно было смотреть. Меня привезли туда, чтобы они хотели хоть как-то, чтобы она побыстрее умерла. Потому что они вас сами боялись заходить туда. А меня не предупредили, куда вообще я еду. Я как-то рассказывал уже подробно на одной из лекций своих вот об этом случае. А потом они мне сказали, ну батюшка, ну мы ж не знали. Вот я вышел, говорю, а что ж они пригласили, чтобы я ее поисповедал, причастил? Она же без сознания. Вот. Ну она была вот колдунья, сейчас она не может умереть. Вот. И мы боимся сами зайти, чтобы ни к чему там не прикоснуться, чтобы сами там не стать колдунами и так далее, и так далее. Да. А она вот, она все, она стонет, мучается. Она вся в червях, понимаете, как навозная куча. Вот такой ужас. Я все... А все, кто так страдает, все вот занимаются, или это не обязательно? Не, ну я как бы статистику не проводил, вот, но... Господь говорит, этих слов достаточно. Не дай Бог, чтобы с кем-то это случилось. Господь не так много, но вы знаете, сейчас много просто запущенных людей, которые бездомные и так далее. Это связано просто с их часто такой вот, понимаете... Физическим состоянием. Которое вызвано именно определенными такими... Что? Рак, онкология. Нет, вы знаете, мы не должны отождествлять следствие с причинами. Объясняю почему. Потому что, вот, причина может быть разная, да, а симптом одинаковый. То есть, может быть... Ну, вот, тот же даже... Приведу евангельский пример. Когда горбатая женщина, помните, сагбенная. Что была причиной ее сагбенности? Именно связал ее, говорит, спаситель сатана. И она была связана 18 лет, она была в этом недуге. Но, может быть, совершенно естественная причина, какой-то остеохондроз, и так далее, и так далее. Поэтому симптом один, а причина может быть разная. У каждого человека своя причина. Поэтому, если мы только станем говорить, что причина, тождественна следствию, мы очень можем далеко зайти в своих неправильных выводах. Потому что и праведники болели, страдали правильно. Святые. Святые, да. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае... Почему я последний, как бы, аргумент скажу, очень важный. Бог не связан причиной никогда, человеческих поступков. Это нужно запомнить, раз и навсегда. Человек может натворить всякое, но если человек покаяется, то Господь освободит человека от причины, которая может породить очень нехорошее следствие. В этом и именно глубина, глубина именно великого дара покаяния. Это величайшее лекарство. Ведь понимаете, в каком мире жил раньше человек? Причина следственных отношений. То есть, есть причина, есть следствие. А Бог говорит, нет, ты согрешил, покайся, я тебя освобожу от этого греха. Поэтому, помните, один из современных старцев сказал, Бог нам оставил в дар покаяния. По-моему, Никон Воробьев какой. Да, старец? Да, это великий дар покаяния. Потому что ни одна религиозная система не знает понятия покаяния. Ни одна. Знает только причинно-следственные кармы и так далее, и так далее. Все далеко именно от того, что от свободы. Значит, дальше идем. И детей ее поражу смертью. И уразумеет все церкви, что я, есмь, испытывающий сердца и внутренне сгивоздам каждому из вас по делам вашим. Вот это очень важный момент. Вот кто такие дети? Это не обязательно дети, физические, плотские дети. Это как раз вот эти наивные зеваки, которые ходят по всевозможным там забегаловкам. Где предлагают оккультные услуги. А им нужно вспомнить, что они были крещены в православной церкви. Нет, идут вот, а вот там церетельница, а вот прорицательница, вот она мне сказала, а вот она мне напророчила там. А вот она так эффективно, это тепло аж от нее исходит там какое-то. Вот понимаете, вот эти дети наивные тоже бывают наказываемы. Потому что все-таки они взрослые люди, но ведут себя, как дети неразумные. И так быстро позволяет всем возложить на свои головы руки. Они что, знаете, как пассы всевозможные, манипуляции с нашим современным человеком производят. И в результате потом приходят уже в церковь, когда уже все отказало. и говорит, ой, батюшка, что ж мне делать? Что делать? Кается. Вот что нужно делать. Потому что покаяние это самое важное, что мы должны сделать. А там уже Бог разберется. Или оставить болезнь во искупрении греха. Помните, как апостол говорит, предать дух сатане, предать тело сатане до дух спасения. Чтобы иногда сатана мучил и удручал тело. Чтобы спасся духом. А иногда Господь освобождает. Поэтому нужно покаяться перед Богом. Потому что Бог источник всего и вся. Вам же, прочим, находящимся в феотире, которые не держат его учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного времени. Вот эти сатанинские глубины это то, во что так любят сейчас вникать. Не только верующие обычные люди, но и часто богословные. Вот есть работы Воробьевского. Слышали? Да, да. Шаксмин. Шаксмин, ну там у него очень много работ. И, конечно, или Платонов. Вот так вот нравится, понимаете, вот вот все изучить, вот эти детали, там, как, понимаете, эти культы совершаются. То есть, вот эти, понимаете, вещи, которые человек вникает, потом он начинает эти вещи публиковать. это, ведь, понимаете, наш современный человек, он настолько слабый. Ведь даже те фобии, кодофобии, которых сейчас так много, вот вообще все вот это фобии, фобии, фобии. А фобия, как известно, это один из признаков душевной болезни. Вот если по психиатрии посмотреть. Человек не должен ничего бояться, верующий христианин. Разве может побеждать боящийся человек? Скажите мне, пожалуйста. А здесь идет речь побеждающему, побеждающему, дам то-то, 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 дам дары свои. А какой же он может быть победитель, если он весь в страхе? Ну давайте пойдем воевать со страхом в душе против какого-то врага. Так это по определению поражение. Это вообще-то даже не нужно рыпать. И вот эти все нагнетания, вот эти страхи, нам не надо это знать, нам нужно знать свою веру, кредо нужно знать нам. Потому что нам Господь говорит о надежде в этом падшем мире. Если мы будем верить во Христа, если мы будем поступать по Его заповеди. Не увлекайтесь вот этими книжками, в которых очень много мрачных таких вот страниц, начинает об Антихристе, многие даже священники, к сожалению, я наслышал, очень много проповедуют про Антихриста. Вот Антихрист, Антихрист, он придет и так далее, как будто, понимаете, он саркомитет Антихриста, по приходу Антихриста. Зачем ему это нужно? Это незначительный персонаж человеческой истории. Незначительный. Ну да, придет, ну так что, что он придет? Много уже до него приходило Антихристов. Но благодаря чему мы выстояли, когда пришел Наполеон Антихрист раз, Гитлер два, Ленин три, Сталин четыре и так далее, и так далее. Вот эти Антихристы когда приходили? Благодаря чему мы? Благодаря тому, что мы вникали во все подробности их философии? Нет. Нет, благодаря тому, что мы вовремя могли лампадочку зажечь. Ну так образно говоря. Встать на молитву, веру иметь, не терять ее даже при самых сложных обстоятельствах. Вот это нас всегда спасало. А в народе попросту называли Наполеона. Даже не знали точно, как его зовут. Наполеоном называли. Что и верно по-русски говоря. Или как одна бабушка говорит, ну, это там детки мои празднуют, говорит, вот этот праздник, ну, как его, хэ, хэ, ну, халуя, вот, говорит, праздник. А что это за праздник халуя? Вот, хэллоуи. Ну, так адекватно народ говорит правду. Поэтому нам не нужно вот знать каких-то подробностей. Веру иметь учение. Вы напоминайте мне стих, пожалуйста, говорите, потому что я сбиваюсь. только то, что имеете, держите, пока приду. А что имеете? Для эпохи вселенских соборов это как раз кредо. Вот этот символ веры, нужно держать, не надо никаких глубин сатанинских, вникать в них. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, 2 глава 10 стих говорит о глубинах Божьих. Нам не нужны глубины сатанинские, нам нужны глубины Божьей. Вот что нам нужно. Потому что глубина сатанинская еще как называется бездной. А бездна это значит, что человек если туда начнет падать, почему это называется когда мы в грех, падаем, падаем куда? В пространство бездна, это самое страшное падение. То есть дна человек не ощутит, он будет ощущать по прелести вечное искушение полета, но на самом деле этот полет будет вниз. Вечное падение. Вот эта бездна сатанинская, мы ее должны отвергать, не должны вникать в нее. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Вот обратите внимание. А ведь действительно, что произошло в средние века? Ведь в средние века церковь распространилась невероятно. Это и Западная Европа, то есть она вышла за пределы Римской империи. То есть мы знаем, что апостольская церковь, она распространялась на территории Римской империи. Но не вся Римская империя, она не охватывала значительную часть Европы. И вот она распространялась и там, и в Африке, и вглубь Африки распространяется, потому что в ранние века тоже она была в Египте, в Северной Африке, далее она распространяется глубину Африки. Мы знаем, что в Азии, Ливии, да. Но сейчас, конечно, мы видим, как распространяется Ислам. Вот в пророчествах Ветхом Завете еще мы читали, что пророчество об Измаиле, что он как дикий осел, руки всех, руки его на всех и руки всех на него. Что происходит сейчас? Ислам, он как бич Божий по отношению к христианам. Вот отпали в Сирии, в Египте от Христа в эпоху Вселенских соборов, в монофизитство и так далее, монофизитство. И что мы видим? Если там было 90% христиан, сейчас 90% даже больше мусульман. Незначительная часть христиан. Да и в Европу мы сейчас смотрим. Именно проникает что? Ислам. Это бич для христиан. но бич уничтожающая именно физически, внешне. Внутренне, если мы только собираемся внутренне, мы не победим. Но только расслабляемся, теряем внутренность, веру нашу, все, они начинают обладевать нами. И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. И я получил власть от отца моего. Здесь просто нужно посмотреть на средневековую историю, для того, чтобы понять, как успешно продвигалось. Конечно, не значит, что везде безболезненно, но по сути продвигалось христианство. Мы видим, что создана христианская цивилизация, которая сейчас сдает свои позиции. Почему? Потому что вместо Христа обождествляется человек. Вместо нового Адама обождествляется ветхий Адам. И дам ему звезду утреннюю, побеждающую. Звезда утренняя это деница звучит на еврейском языке. Но дело в том, что утренняя звезда у пророка Исаии имеется в виду 14-12 стих идет речь о Денице как о сатане. Также в 2-м послании Петра 1-го глава 19-й стих здесь идет речь о пророческих словах как Денице. Также и Иоанн креститель называется Денице, или Я пророк Денице называется. Поэтому само слово является служебным как любое другое слово. В данном случае и дам ему звезду утреннюю возможно здесь идет речь об исполнении слов пророчества. Возможно даже идет речь власть над Сатаной над Деницей. То есть и то и то в принципе в контексте Писания мы можем допустить. Поэтому однозначных долгований на это место нет. Имеющий ухо слышит да слышит что Дух говорит церковь. И мне очень хотелось бы еще или мы так не будем уже все тогда мы только закончили сегодня вторую главу вот это прошло полтора часа Феатирская это эпоха средневеков это средневеков после вселенских соборов конечно вселенские соборы это тоже эпоха средних веков но в данном случае средние века здесь имеется ввиду рассвет распространение христианства среди языческих народов Европы это да вот это нет секундочку ранние средневековья это вселенские соборы а это уже поздние средневековья следующая третья глава у нас будет это обращение к сардийской церкви и нужно будет пройти обязательно эту третью главу филадельфийская церковь ладийгийская церковь конечно третья глава она заканчивает первую часть книги откровения первая часть потому что простите это не первая это вторая часть это вторая часть третья часть начинается четвертой главы четвертую по пятую главу и потом уже будет самая самая такая удивительная начиная с шестой главы это ведение семи печатей вот и это все то что так будоражит умы наших современников это будет очень захватывающий такой вот апокалиптический детектив ну что вопросов все понятно прекрасно мне удалось очень адекватно передать спасибо за внимание хорошо благодарю вас спасибо